Итак, климат меняется, ситуация близка к критической. Ученые из семи стран опубликовали в журнале «Биосайенс» статью, в которой оценивают изменения глобального климата за последний год. И ключевые показатели свидетельствуют о том, что ситуация близка к критической. По сравнению с 2019 годом, ученые отмечают беспрецедентный всплеск стихийных бедствий, связанных с изменением климата, в том числе разрушительные наводнения, рекордные волны тепла, сильнейшие штормы и лесные пожары. По оценкам авторов, 2020 год стал вторым самым жарким в истории, а пять самых жарких лет приходится на период после 2015 года. Я тебе больше скажу, Орехов, если ты думаешь, что это все... Если я тебя спрашиваю, но я тебя спрашиваю. Да, что в природе там что-то крутится, мутится без участия человека, нет. Такой показатель, как содержание углекислого газа в земной атмосфере, достигло 14-16 частей на миллион, а это самая высокая среднемесячная концентрация за всю историю наблюдений. Да, но при этом никто не доказал, что все-таки вот такие глобальные изменения, которые мы наблюдаем, во всем виноват человек. Смотрите... До сих пор идут споры по этому поводу. Поэтому ведут споры. Но у меня вопрос такой. Мы сейчас будем разбираться в роли человека в изменении климата? Нет. Или все-таки примем как константу, что климат изменится? Вы знаете, что я бы хотел. Мы сделали очень массу всяких там попыток, чтобы достучаться до людей, ученых, ну, чтобы кто-нибудь сказал, да, это уже произошло или как минимум происходит. Но ты знаешь, ни разу я не услышал этого. Вот этот отсыл к Пушкину, да, к его нетленному произведению, что в каких-то там, не знамо, годах, там, чуть не 200 лет тому назад уже там что-то наблюдалось. Я могу процитировать. Да, процитирую, пожалуйста, вот еще раз. Зима, крестьяне, снег выпал только в январе, на третье в ночь. На третье в ночь. Зима, крестьяне, торжествую, на дровнях обновляют путь. А с учетом того, что третье это было по старому стилю, это, считай, уже после Рождества, после Крещения, то есть где-то там 12-14 января выпал первый снег. Понятно. Я всегда хочу сказать, это было однажды. Больше Пушкин об этом не писал никогда. А мы-то видим эти изменения уже практически каждый день. Поэтому вот эти отсылы, что все вроде как в нашей жизни уже было, но для меня неубедительны. Давайте попробуем поговорить, что мы уже в новых условиях живем. Мы можем это признать, да, что то, что было вчера, уже не будет никогда, да, или нет, хотя бы так. По каким причинам? Их гости уже давно собрались. Ну, отлично. Давайте их представим и начнем разговор. Владимир Анатольевич Семенов, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова Российской Академии наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Есть связь? Отлично. Дмитрий Александрович Зайд, член Совета профессиональной экологической организации 5 июня, член комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по природопользованию и экологии. Дмитрий Александрович, здравствуйте, как связь? Да, добрый день, Владимир. Все, слышно все? Отлично. И Михаил Анатольевич Юлкин, генеральный директор Центра экологических инвестиций. Здравствуйте, Михаил Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас, Игорь Борисович, кого вы имели в виду? Я имею в виду, что пора начать разговор, и, в принципе, я бы хотел, ну, кто возьмет на себя смелость, но я так не буду говорить, да, значит, поставить все точки над «и», и вообще, возможно ли это сегодня, именно так подойти к этому вопросу, пожалуйста. Да, вот хорошо, Дмитрий Александрович, пожалуйста, самый смелый из климатологов, пожалуйста. Только поверните, да. Да ладно, вы пока говорите, а мы пока посмотрим на ваш ланч, не страшно. Да, который, кстати, очень вреден для здоровья. Это же арбузный сок, много сахара, неважно. Пожалуйста. Да, слышно? Да, Дмитрий Александрович, пожалуйста. Да, ну меня климатологом слышно назвать, вот, в этом сночке я вас беру. В общем, суть-то какая, что на сегодняшний день явно найдут какие-то изменения, вот, и я думаю, что авария с норникелем, то, что сейчас ученые там начинают активно работать, проводить какие-то исследования и так далее, вот, то есть все эти, ну, как минимум те обстоятельства, и то, что ряд специалистов, кто был непосредственно на месте и так далее, уже наблюдают оттаивание многоледников, то, что идут процессы выделения метана и так далее. То есть я думаю, что в ближайшей перспективе, ну, если не начинать сейчас действовать более активно, то есть не словами, да, там, говорить, обсуждать проблему, а уже принимать какие-то конкретные меры, вот, и отходить от этих всех, ну, я бы сказал, политических историй, связанных с парижскими соглашениями, там, и торговлей карбонными единицами, да, то есть то, что больше похоже на какое-то давление извне, да, там, на экономику, там, ряда стран, вот, и заниматься какими-то, ну, более конкретными задачами. Спасибо. Насколько это возможно? Михаил Анисимович, ваш комментарий, пожалуйста. Ой, коллеги, спасибо. Во-первых, я хотел сказать, что, ну, во-первых, климат действительно уехал, и, наверное, ближайшие несколько тысяч, а может быть, даже десятков тысяч лет назад не вернется точно, даже несмотря на начинающийся, вроде как, процесс, так сказать, наступления черноводникового периода, да, мы на себе это не почувствуем еще очень долго, именно потому, что концентрация полиголгорода в атмосфере достигла такого уровня, и что мы, как бы, даже уже и глобальный процесс геологический немножечко затормозили, по крайней мере, отодвинули. И нет никаких сомнений, на самом деле, в том, что это люди, то есть, я думаю, что разговор о том, мы виноваты, не мы виноваты, он давно уже, в принципе, в прошлом, да, и антропогенный фактор, это главный, наверное, доминирующий, по крайней мере, в последние 50 лет, фактор, который определяет именно потепление на планете, потому что естественные факторы все действуют в смягчающую, в противоположную сторону, то есть, если бы не люди, здесь бы холодало, на самом деле, а тут теплее. Вот, поэтому один градус дополнительно мы, как бы, уже нагрели землю по местным усилям, выбрасывали атмосферу С2 и другие парниковые газы. Вот, и я думаю, что нам, как участникам Борисского соглашения, вообще-то и не пристало, как бы, это глубокомейстно думать, мы не мы. Раз мы этот документ подписали, раз мы взяли на себя обязательства, поэтому документ это глупо, как бы считать, что мы должны одновременно сомневаться в том, что эти выбросы виноваты в том, что климат изменился. Поэтому я думаю, что для того, чтобы для сохранения целостности сознания, как минимум, мы должны все-таки оставаться на позициях, что антропогенный фактор действует, антропогенный фактор является основным, может быть, не единственным, но главным, который определяет именно тренды к потеплению. Хорошо, с антропогенным фактором более-менее решили. Спасибо большое. Владимир Анатольевич, вот теперь все-таки вопрос к академической науке. Если, да, это потепление глобально, это данность, то как будут разворачиваться дальнейшие события? И какими темпами они будут разворачиваться? Ну, об этом мы можем судить по данным моделей климата, в которых задаются сценарии изменения парникового газа в будущем. Различные сценарии, связанные с различными путями, по которым может пойти экономика. Вот самого агрессивного, если мы не будем предпринимать никаких мер по снижению выбросов, и концентрации будут расти примерно на 1% в год, то самого мягкого, если мы вот уже в этом году прекратим наращивать выбросы, и они начнут там через пару десятилетий уже снижаться. И, в общем, в этом диапазоне есть еще несколько сценариев. Но, как всегда, истина, скорее всего, будет посередине. И вот этот вот средний сценарий показывает нам, что к концу века температура вырастет. Ну, где-то градус на 2. И что это значит? Понимаете, вот нас обыватели не очень пугают то, что она выросла уже на 1 градус, а то, что она вырастет на 2 градуса. Ну, подумаешь, было там, не знаю, 20, станет 22. Было минус 15, станет минус 13. Да, вот приступы экстремальной жары, засух и наводнение тайфуна – это нас пугает. Ну, не совсем так. Я приведу простой пример. В Москве разница среднемесячных температур июня и июля составляет 2 градуса. Это примерно столько, насколько изменилась средняя температура в Москве за последние 30-40 лет. То есть сейчас у нас июнь такой же, как июль 30-40 лет назад. Я думаю, мы все представляем разницу, и она довольно существенная. Подождите, вы сказали средняя температура, да? А мы по факту, ладно, там плюс на минус, у вас получилась эта цифра, все как всегда. Но по факту у нас 2 недели экстремальной жары. Сейчас, минуточку. Давайте так, позвольте мне образно описать. У меня есть это моральное право, я художник. Позвольте мне, значит, образно описать, как я это вижу. В 91-м году я оказался в Израиле и тут же впал в ностальгию. Почему? Потому что летом, не только летом, а уже как бы середины весны до средней осени, что я видел? Я видел выжженную траву. И только там, где ее как-то, вот это капельное орошение и так далее, имитировали вот эту зелень, была вот эта зелень. Я вспоминал, конечно, Москву вечно белую или вечно зеленую. Вот два варианта как бы. С маленьким там промежутком осенним, да? Выгляните за окошко. Это я наблюдаю постоянно. Я живу на 23-м этаже и я вижу вот эту. У нас, ну, грубо говоря, по земле, по вот этой картинке, у нас Ближний Восток. Я не знаю, чем отличается и как передвинулся июнь на июль и так далее, да? Но у нас никогда не было сухой, желтой, вытоптанной травы. Вот что я вижу, да? Да, кому только ты обращаешь свой крик души. Нет, я просто говорю, а что я увижу дальше, вот в чем вопрос. Вот что я дальше увижу, да? Хорошо, давайте по экспертам, по-моему. Там засохшие деревья, я не знаю. Дмитрий Ильин. Нам надо будет от тополей избавляться, а, например, высаживать какие-то иные деревья. А, когда появятся пальмы, понятно, спасибо. Нет, ну я не знаю, ну что дальше, вот картину можно описать в ближайшие 50 лет? Ну вот, Владимир Анатольевич, продолжайте, пожалуйста, описание картины. Ну, я продолжу. Да, вот эти два градуса, про которые я сказал, с ним меняется и характер погоды. Я повторяю, вы можете различить погоду июня и июля? Есть ли у вас разница? Да. Мне кажется, разница существенная. В июле мы часто и видели раньше, и видим сейчас еще больше периодов жары. В июне они случаются редко. Так вот сейчас июнь стал как июль, а июль стал еще жарче. При росте средней температуры на 2 градуса вероятность аномальных выбросов, положительных температур, увеличивается гораздо больше. То есть у нас вместо условно 5 жарких дней, месяц становится 15 жарких дней. Вот это мы, собственно, наблюдаем. Другое дело, что там 10-15 лет, ну мы наблюдали это раз, там через год, через два. Как-то это еще было в характере, ну в виде случайных аномалий могло рассматриваться. Сейчас это уже характерная совершенно погода. И, собственно, с этим связан и крик человеческой души, который видит, да, климат изменился, наконец-то до нас это доходит. Понятно. Спасибо. Дмитрий Александрович, ну вот вопрос такой, ну вот эти 2 градуса к концу столетия. Ну вот Москва формально, ну сейчас считаю, это лесная зона, да? То есть когда Москва переместится в степную зону, когда вот эта желтая трава станет для нас обыденностью? Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович, наведите его, да, все. Слово, я включил, да. Смотрите, ну насчет того, так, трава, не трава, да, то есть мне кажется, что без куча все эти, это все замечательно. Вот, я могу привести пример. Я сам в Сталинграде, и в детстве, когда я был в школе, там, там, в третьем классе, в пятом, в первом, у нас практически вся зима была со снегом, и снега была по колено. Вот, то есть сейчас у нас снега выпадает, не знаю, там, на 10 дней в сумме за всю зиму, вот, который достаточно быстро тает. Вы знаете, мы все это заметили, я согласен, просто вопрос, да. Поэтому здесь, понимаете, вот собирается, собственно, энное количество специалистов, экспертов, ученых, которые начинают рассуждать, а это либо норма, либо нет, но мне кажется, ну просто признать, что у нас сейчас запредельное количество выбросов углекислого газа, метана, и, то есть, основных, так сказать, корниковых газов, которые, в том числе, влияют на зону, я еще раз говорю, да, что идет оттепление вечной мерзлоты, и она не просто там оттепляется, да, там, отмерзает, она превращается в гниющую массу, которая не успевает промерзнуть в зимний период времени даже на севере, то есть, за лето она настолько, за столь коротко отмерзает, и в итоге начинается процесс обниения и выделение огромного количества метана, то есть, идет уже, ну, я бы сказал, такая, ближе к геометрическому прогрессию. Да, вот, верно, давайте дальше продолжим именно этот разговор, да, человеческое участие, безусловно, влияет, но, но есть природные факторы, да, как наша, как наша Сибирь, в общем... Мерзлота. Да, да, и та самая вечная мерзлота, вчера по телевизору показывали, значит, вот эти вот пузыри, не знаю, метановые эти пузыри, которые под слоем вот этой вот почвы, или они какие-то, но эти пузыри, пузыри есть, я помню разговор, что это настоящая бомба, и, грубо говоря, если мы даже можем надеть на наши трубы какие-то колпаки и действительно как-то избежать лишних выбросов ненужных, ну, что делать с Сибирью? Которая разогревается, и, собственно, как мы можем на это повлиять, да, если мерзлоты не станет? И, кстати, по вашим сведениям, когда это может произойти? Михаил Анисимович, ваш ход, пожалуйста. Про когда, это лучше не ко мне, но правда заключается в том, что действительно, действительно, мы уже не можем говорить про вечные, мы можем говорить только про многолетние мерзлые грунты, в лучшем случае, мы действительно видим, что они тают, мы действительно видим, что протаивание летнее происходит на гораздо большей глубины, чем это было обычно, и, может быть, там тех свай, которые были над достаточной парнормой, сейчас уже не хватает, надо менять нормы и, соответственно, менять свай. Мы также знаем, что они способность грунтов падает, и уже где-то примерно на четверть упала, в том числе в районе, там, Ямала, и будет падать дальше. Потому что потенциально, если все-таки помнишь, что я не климатолог, а скорее больше специалист по экономике изменения климата, то для меня это, скорее-таки, тревожные нотки, которые означают, что... Вот помните, такая была замечательная фраза, классиком сказанной, что богатство России будет перерастать в Сибирь. Да. Вот есть некоторые подозрения, что этот процесс может закончиться довольно быстро, именно из-за тающей мерзлоты. То есть какие-то месторождения, в том числе нефти, газа, могут оказаться нам недоступными, не только будущие, но и нынешние. И это достаточно тревожная вещь, потому что, грубо говоря, наше энергообеспечение как раз сегодня идет в основном из Сибири, и по нефти, и особенно по газу. Понятно, да. Владимир Анатольевич, ну тогда, извините просто, тогда, ну, тот же вопрос, да. Удивительно, что наша Сибирь может случиться в ближайшие какие-то 10-20 лет. Ну в какие сроки даже? И вообще, да, да, и насколько это серьезно, насколько это опасно. Ну дальше я могу задавать вопросов. Действительно, это что, катастрофа? Мы, а дальше вопрос, мы можем реально как-то на это повлиять, да, уменьшая какие-то там парниковые, я не знаю, выбросы и так далее. Что с Сибирью? Что с этой частью нашей планеты? Ну, во-первых, успокоен, ничего с Сибирью не случится. Где была она, там и останется. Вечная мерзлота, конечно. Многолетние мерзлые грунты будут протаивать, будут сокращаться достаточно быстрыми темпами. С этим мы ничего поделать не можем на близкую перспективу десятилетий. Но сокращая выбросы и стремясь к выполнению целей Парижского соглашения, мы можем замедлить подтепление, ограничивая его на достаточно, ну как бы, приемлемом уровне, ну скажем, не выше там градуса полтора современных значений, что даст эффект, конечно, уже где-то во второй половине 21 века и даже ближе к его концу. Но нам надо думать и о грядущих поколениях. Вот, кстати, Владимир Анатольевич, я так понимаю, есть некая задержка от наших действий, да, и эффект, когда это принесет. Я просто боюсь, а мы не опоздали? Я про ту же там Сибирь. Насколько я вас же слушая, да, понял, что если даже сегодня будут приняты какие-то экстренные меры, результаты они принесут там через 10-20 лет, да, когда мы можем рассчитывать, что на какой-то 1% может что-то там снизиться. Не знаю, может, вы умышленно замалчиваете о том, что самые большие залезы метана того самого, да, находятся именно в той самой Сибири. Ну, это ваше право. А мы не опоздали за эти 10-20 лет, учитывая, что мы сегодня примем экстренные меры? Не случится там катастрофа? И метан хлынет из этой части земли? Ну, нет, нет. Во-первых, метановая проблема, она преувеличена. Есть оценки выбросов метана вследствие, ну, как бы, из болот. Ну, метан возникает при анаэробном гниении, то есть когда нет доступа кислорода, да, то есть это должно происходить не на поверхности земли, а как бы под водой, либо под землей. Тогда выделяется метан. Ну, модели есть, сейчас это активно изучается, выбросы исследуются. И, ну, катастрофы, как бы, метановой бомбы не будет. Это уже практически всем понятно. Более того, рост концентрации парниковых газов, если мы добавим к этому эффекты, связанные с положительно-обратной связью с выбросом метана, это тоже есть расчеты, показывают, что они не внесут существенный корректив в температурные изменения. Это по поводу метана. Хотя это красивая гипотеза, которая метановая бомба очень, как бы, такая привлекательная. Ну, или, по крайней мере, эффектная, да. А теперь найти... Слушайте, Орехов, извини, я тогда задам Михаилу Анисимовичу этот вопрос, но с экономической точки зрения. Кстати, я обратил внимание, что, когда мы начали рассуждение об этом, первое, что встало, первое слово, которое я услышал, экономика. Вот удивительно, насколько мы зависим, да, от той жизни, которую сами себе придумали. То есть не об экологии, а об экономике. Как бы задать такой, чтобы меня и зрители поняли, и Михаил Анисимович. Скажите, стоит ли приобретать недвижимость, например, в Голландии? Вы меня поняли? Нет. Я там, я ходил... Мы переезжаем, Игорь Борисович? Нет, понятно. Или где-нибудь в том же Нью-Йорке, да? Не утонет ли это все? Если, да, я видел, как откололась целая Франция от материка, то есть, ну, грубо говоря, тают наши льды. Вот инвесторы, экономисты думают об этом, действительно? Или хотя бы шутят по этому поводу? Нет, они как раз перестали, мне кажется, по этому поводу шутить. Но тоже, опять-таки, это больше, как Варварский Владимир, с какой скоростью поднимается мировой океан. Он действительно поднимается, причем скорость подъема уровня мирового океана нарастает, насколько я знаю, со временем, да? Это, в том числе, связано с двумя факторами. Один фактор – это естественное расширение при нагревании верхних лоев океана, а другой – это таяние всяких разных материковых льдов, в частности, когда тает Гренландия или когда тает Антарктида, а там от него довольно большие куски отлавываются, там тоже, естественно, такой процесс деградации льдов происходит. Это все, конечно, сказывается на мирового океана. Но Голландия, как мы помним, не сразу была нижней земли, да? Она и так была ниже уровня моря. Поэтому пока у них есть достаточно технологий, которые позволяют им как бы уберечь свою территорию и свои земли. То есть они просто построят дамбы повыше? Они построят дамбы повыше, конечно, да. И они, собственно говоря, это уже и делают, честно говоря. Я бы, скорее, может быть, даже не столько про Голландию переживал, сколько про Петербург и Архангельск. Вот именно, да. А вы что думаете, что мы не сделаем повыше и побольше дамбу? Ну, у нас пока нет такого положительного опыта. Хорошо. Позвольте мне, у нас время осталось пару минут, но все, и вопрос большой. Дмитрий Александрович, а я вот пытаюсь найти в этом свет какой-то в окошке, потому что вот центральная Россия всегда была зоной такого рискового земледелья. Ну, по крайней мере, ее север, Кострома и прочее. А может быть, наконец-то у нас там начнется нормальное сельское хозяйство? Ведь весь вопрос температур и, собственно, наличие воды. Вот у нас достаточно водных ресурсов в центральной России для того, чтобы сельское хозяйство наше воспряло. Ну, мне сложно сказать про сельское хозяйство и про наличие там сельских, ну, в смысле, достаточного количества водных ресурсов, да? Смотреть статистику, погодности там и так далее. Ну, насколько я понимаю, что надо посмотреть на вещи там более глобально, да? То есть у нас никто не отменял там трофические цепи, и изменение климата и протепления, оно просто приведет к катастрофическим последствиям. Если помните всем известная история с воробьями в Китае. Вот, когда люди боролись. Да, люди их истребили. Правильно, а сейчас это сделает климат. А, то есть вы хотите сказать, что изменение, так сказать, фауны может повлечь какие-то другие последствия, которые мы сейчас не можем просчитать. Во многих регионах начали болеть каштаны за счет как раз изменения каких-то химических, микрохимических процессов, да? То есть стали появляться определенные там бактерии. Вот, то есть всю жизнь каштаны были наиболее устойчивые, различные, то есть у них широкий был лимитирующий фактор, да, там, для окружающей среды. А сейчас в итоге даже каштаны в городах, которые, ну, по сути, были, в том числе, источником... Ну, понятно, понятно. И видно, не только с каштанами, да, не только с каштанами это происходит. Понятно, что нас ждут какие-то, ну, я не знаю, какие-то удивительные события, которые не все, далеко не все мы можем предугадать. Владимир Анатольевич, буквально ответ на 20 секунд, если у вас это получится. Я где-то слышал, что не беда, что от какого-то континента откалывается какой-то лед. Пусть, если что-то здесь растаяло, то в каком-то месте он обязательно должен опять собраться и замерзнуть, потому что так, как бы, земля устроена по лесу. Такого не может произойти, что все-таки этот лед опять соберется, но только в другом месте. Ну, нет, это глупость какая-то. Все зависит от объема льда. Если от Антарктиды отломится огромный кусок шельфа, ледника континентального, то это может вызвать серьезные изменения океанической циркуляции, как региональной, так и, возможно, глобального климата. Все зависит от масштаба. Нигде он потом не нарастет. Я не понимаю, кто это придумал. То есть зона какого-то такого максимального холода в другое место переместиться не может в результате вот этих. Последнюю надежду отняли. Спасибо вам. А вот выброс метана при таянии этого огромного куска будет, конечно, колоссальный. Нет, там не будет метана. Не будет? Не будет. Это и в мерзлоте метана. Это заявил профессор Помидуров, наш основной ведущий. Мы благодарим настоящих ученых. Владимир Анатольевич Семенов, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук, заведующего лабораторией климатологии Института географии. Большое спасибо. Дмитрий Александрович Зайт, член Совета профессиональной экологической организации 5 июня, член Комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по природопользованию и экологии. Спасибо вам. И Михаил Анищимович Юлкин, генеральный директор Центра экологических инвестиций. Спасибо большое за разговор.